Слава нашему Господу! По милости Божьей мы сегодня опять в Доме Божьем. Господь нам даровал это очень хорошее, приятное время провести вместе и провести в присутствии Господним. И знаете, вот я так замечаю, что действительно этот день запланирован Господом. Не просто так, я так слушал братьев, которые говорили Слово Божье. Знаете, они уже половину моей проповеди сказали о том, что я сегодня думал сказать. Знаете, я говорю, слава Тебе, Господь! Значит, в Твоих руках все мы есть, и Ты управляешь сердцами нашими. Знаете, я не знаю этих братьев лично, хоть так в лицо знаю, но я лично с ними не знаком, но Господь нам даровал одну тему. Господь даровал нам об одном говорить, и это, я думаю, важно сегодня для нас. Потому что Господь что-то хочет нам сказать, что-то хочет Господь нам показать, что-то хочет, может, в чем-то исправить нас. И я буду читать Слово Божье, мы немножко порассуждаем, и будем еще молиться нашему Господу. Я буду читать с первого царства, из тридцатой главы, я буду выборочно читать. С первого стишка начну. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Секолак, а малекитяне напали с юга на Секолак, и взяли Секолак, и сожгли его огнем, а женщин и всех бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен, и ушли путем своим. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, и жены их, и сыновья их, и дочери их взяты в плен. И поднял Давид, и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида. Я дальше буду читать. Преследовать ли мне это полчища, и догоню ли я их, и сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. И дальше я прочитаю из 18 стишка. «И отнял Давид все, что взяли Амаликитяне, и обе жены своих отнял Давид, и не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что Амаликитяне взяли у них. Все возвратил Давид, и взял Давид весь мелкий и крупный скол, и гнали его пред своим скотом, и говорили, это добыча Давида». Вот такая история, я думаю, мы ее хорошо знаем, мы слышали и читали эту историю. Поэтому, знаете, я уже некоторое время рассуждал над этим местом Писания, рассуждал над тем, над этой историей, рассуждал о жизни. О жизни, смотря на свою жизнь. Знаете, это, наверное, самое легче наблюдать за собою и рассуждать. Рассуждать о ситуациях каких-то сложившихся, почему так происходит, почему так случилось, и очень хорошо наблюдать за собою. И, знаете, здесь мы слышим историю о Давиде, который оказался в некоторых обстоятельствах, где ему пришлось идти на войну как бы с врагами своими, вместе, воевать против своего же народа. И вот, когда они ушли, пришли маликитяне, напали на город, где он поселился, все разрушили, сожгли огнем, всех забрали, детей, сыновей, дочерей, жен, все полностью забрали, не осталось ничего. Пришел, возвратился Давид, пришел назад, один пепел, ничего нет. Знаете, и тут у них плач поднялся большой, начали плакать, начали рыдать, так, что у них даже сил не стало уже. Настолько было великое горе, потому что каждый скорбел о своей утере, о сыне, о дочери написано, каждый скорбел о своем родном, потому что нету его. И дошло до того, что народ уже хотел побить Давида камнями, хотели забросать его камнями. Но седьмой стишок, очень важный стишок, который говорит, но Давид укрепился надеждою на Господа. К нему пришла надежда на Господа. Знаете, вот я так пересматривал перед этим всю эту историю, почему это произошло с Давидом. Знаете, перед этим он убегал от царя Саула, от своего начальника, от своего тестя, можно сказать. Он его хотел убить, потому что увидел в нем угрозу своего царства, увидел в том, что он может занять его место. Он убегал от него, и за ним гонялся Давид. И знаете, перед этим Давид также приходил к этому же царю, приходил в эту же страну, но случилось так, что он притворился безумным, мы знаем, и он убежал оттуда. Потом он пошел опять в другую страну, отвел туда отца свою, мать свою, Моавицкую, по-моему, если не ошибаюсь. И там находился. Но там написано, пришел пророк Гад, или, наверное, он с ним и был, и сказал слово от Господа, говорит, что оставь эту страну, иди в свою страну, иди в свое место, иди к своему народу. Он послушался, он пошел, и там его очень много было неприятностей, очень много скрывался он, его выдавали, его предавали, ему пытались помешать, и его жизни пришел, ну, проходили такие ситуации, что, ну, только по милости Господней он оставался жив. Но дальше мы видим, что Давид написано, я не буду все эти места читать, написано, Давид решил в сердце своем, не посоветовавшись с Господом. Нигде не написано, что Давид посоветовался с Господом опять идти к филистимлянам. Он решил в сердце своем. Решил, пойду туда, потому что когда-нибудь попадусь я в руки царя. Знаете, это была его ошибка. Это была его ошибка в жизни. Он оставляет свою землю, хотя перед этим, как я говорил, пророк ему сказал, возвратись в свою землю. Он в своем сердце принял решение, посоветовавшись своим разумом, посмотрев на обстоятельства, которые вокруг, и решил идти в землю филистимскую. И знаете, тут произошло, царь филистимский расположился к нему. Он был расположен к нему, он даже дал ему целый город. Говорит, живы здесь, и Давиду там было хорошо. Его никто не преследовал, потому что написано, когда Саул узнал, что он ушел к филистимлянам, он перестал переследовать его. Он успокоился, все хорошо, но он пришел на территорию врага. Он оставил свою землю и ушел на территорию врага. И это его ошибка, друзья. И я так вот пересматриваю, может быть, когда Давид пришел, увидел все это сожженное, все это разрушено. Он написано был в великом смущении. Почему? Потому что он, может быть, в этот момент он осознал свою ошибку. Он осознал, что он пошел не туда, куда нужно. Он осознал, может быть, то, что он там жил неправдами, он обманывал этого царя. Он говорил, вот я ходил на израильскую землю воевать, там нападал, а сам делал другое. Он, ну как бы лукавством каким-то, если так можно сказать, жил с этим царем. И пришел момент, ему пришлось расплачиваться. Возвращается назад, и ничего нету. Потому что он находился не на своей территории. И он был в сильном смущении. Может, он корил себя, зачем я так поступил? Почему я не послушался Господа? Почему я не остался в своей земле? Может быть, я там бегал бы, может, мне там было бы тяжело, но моя семья была бы со мною. У меня все было бы нормально. Были бы дети со мной, были бы сыновья и дочеря вместе со мною. И тут все же приходит к ему мысль, и он укрепляется надеждой на Господа. Он, несмотря на то, что у него были ошибки, несмотря на то, что он как-то неправильно где-то поступил, он укрепляется надеждой на Господа, и начинает опять вопрошать Господа. Призывает священника, приносит ифот, и вопрошает Господа, что мне делать? Идти ли за этим полчищем? Догоню ли я его? И знаете, Господь намного больше ему отвечает. Говорит, иди, догонишь и отнимешь. Он вопросил только, идти ли мне, или гнаться ли только. Он говорит, иди, догонишь и отнимешь. И написано, как я прочитал последние стишки, он пошел, он догнал, он все отнял, ничего не пропало, ни одной души, ни одного копыта, можно сказать, и еще много добычи Господь ему дал, потому что он укрепился надеждой на Господа. И знаете, друзья, я бы хотел обратить наше внимание на надежду нашу. Насколько мы доверяем Господу. Может быть, друзья, мы сегодня уже зашли не на свою территорию. Или, может быть, в нашей жизни мы сегодня думаем, что вот я пойду там, и мне там будет легче. Я буду так, как все. Зачем мне эти скитания, зачем мне быть, ну, каким-то изгнанником, зачем мне быть таковым, что меня никто не понимает. Зачем мне выделяться как-то. И я иду, и сливаюсь с этим миром, и я буду такой, как все. И будет нормально. Знаете, сегодня есть очень опасные орудия сатаны. Знаете, это подобно Давиду, когда он пришел к врагу своему, и он дал ему как будто бы, ну, свободу какую-то. Филистинский народ, он всегда был в войне с израильским народом. Но он пришел к нему, тот принял ему и предоставил свои, как бы, привилегии. Вот, живи спокойно, тебе будет хорошо у меня. И знаете, есть сегодня одно орудие сатаны. И знаете, может быть, меня не все поймут, не все со мной будут согласны. Я скажу, это социал-медиа, которая сегодня существует в этом мире. Я понимаю, очень много хорошего есть там. Но я думаю, я не ошибусь, если скажу, что это орудие сатаны. Почему, друзья? Потому что сегодня туда заходят, человек смотрит, вот, в той семье так все прекрасно, такие прекрасные дети, все такие послушные, так красиво на фотографиях выглядят, такой красивый дом у них, все так в них улажено, такие красивые слова, скаженный муж о жене так прекрасно говорит, жена о муже, дети о своих родителях. Но, знаете, я думаю, это 80-90% все это не их слова, это взятые какие-то красивые слова, где-то найденные в интернете и изложены просто красиво звучащие слова. И если, знаете, так заглянуть в жизнь тех, кто так вот прекрасно выставляет свою жизнь, соблазняя, можно сказать, других, и которые, видя это, многие падают в отчаянии, «Господи, а почему у меня не так? А почему я хуже? А почему это со мной происходит? Почему вот эта семья, у них так все благополучно, у них все так прекрасно, а у меня не так? У меня дети непослушны, у меня дом не такой, у меня нет такой машины, как других, и многие-многие другое». И сегодня люди тирают надежду и падают в отчаянии, и падают в какое-то уныние, и приходит такое состояние, когда человек не знает, что делать, не знает, как выйти из положения, приходит депрессия в жизнь человека. И сегодня очень многие страдают этим, потому что они видят других, в которых как будто бы все хорошо, все улажено, а у меня не так. Эта проблема сегодня большая. Поэтому, друзья, сегодня, если ты желаешь идти на территорию врага, территория врага – это этот мир, если ты хочешь быть с этим миром, быть похожим на него, может быть, на какое-то время, по-моему, если не ошибаюсь, Давид прожил в этого фелисимского царя годы четыре месяца. Это довольно такой длинный промежуток жизни. Он там жил хорошо, ему было хорошо, было спокойно, ни от кого не бегало, все было хорошо. Но пришел момент, и все было утеряно. И если ты сегодня думаешь, ты пойдешь и будешь, как все, пойдешь в этот мир, будешь с этим миром сливаться, и у тебя будет все устроено, я хочу сказать, друг мой, может прийти беда в жизни. Может прийти беда, и ты лишишься всего. У тебя ничего не останется, и ты будешь плакать, разводить руками, потому что это произошло, и ты лишился всего, что надеялся иметь, что, возможно, собирал, что, возможно, было у тебя. Но если даже и это произошло, Давид написано, укрепился надеждой на Господа. Есть выход у Господа, друзья. Есть выход у Иисуса, только нужно не терять надежды нашей. В Римлянах мы читаем в 5 главе, что надежда, она не постыжает человека. Она не постыжает, потому что любовь Божия излила в сердца наши Духом Святым. Частица Господа излилась в нас, и мы имеем чувствование Господа, Бога нашего. И мы знаем, откуда помощь наша приходит. Мы знаем, откуда брать силы и где их брать, эти силы у Господа. Поэтому, друзья, если сегодня ты уже на какой-то другой территории, может быть, ты уже даже потерял, может быть, ты уже разводишь руками, может, на тебя приходят какие-то минуты, и к тебе приходит разочарование, тебе приходит уныние, у тебя ничего не получается, все не так, как ты в своих планах слагал, все не так, как ты хотел. Тебе говорю, укрепись сегодня надеждой на Господа. Есть выход у Господа. Может, это непонятно, кажется, у них было всего лишь 600 человек. С этих 600 человек 200 еще устались, не смогли перейти поток, а осталось только 400. Но они пошли с верой в Господа, они догнали, они победили, и я не знаю, сколько там этого полчища было, я думаю, их было очень много, потому что написано, 400 человек убежали. Их всего лишь было 400, а 400 убежали, я не знаю, сколько они поразили, я думаю, очень великое число врагов. У них был, с ним был Господь, с ним и была сила Божья. И к ним пришла победа. Поэтому, если сегодня ты разводишь руками, если сегодня не видишь выхода из ситуации, укрепляйся надеждой на Господа. Сегодня брат нам говорил, что забудет ли женщина грудное и дитя свое. Но даже написано, если она забудет, Господь говорит, я не оставлю тебя, я не покину тебя. И Господь сегодня с нами, Господь сегодня любит нас. Господь сегодня хочет помогать нам. Знаете, есть еще написано, я даже прочитаю это место, это написано, Исаии, в 40-й главе. 21-й главе. С 21-го стишка написаны такие слова. «Разве не знаете, разве не слышали, разве вам не говорено было от начала, разве вы не уразумели от оснований земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на нем, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей, ничто делает чем-то пустым судей земли. Если они посажены, едва посеяны, едва укоренятся в земле ствол их, и как он только духнул на них, они высохли, и выхр унес их, как солому. Кому же вы уподобите меня, и с кем сравните, говорит святой? Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и в великой силе у него ничто не выбывает. Как же ты говоришь, как же говоришь ты, Яков, и высказывавший Израиль, путь мой сокрыт у Господа, и дело мое забыто у Бога. Разве ты не знаешь, разве ты не слышишь, что вечный Господь Бог, сотворивший конца земли, не утомляется и не изнемогает, разум его не исленит. Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость, утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновлятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Мы имеем такого Господа, который имеет власть на земле и на земле, который имеет силу. И разве мы этого не знаем? Разве мы этого не слышали? Мы знаем это и слышали. Знаете, здесь говорится, что утомляются и сильные, и юноши ослабевают, и падают, а надеющиеся на Господа, он поднимет крылья, как орлы. Написано, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Это действительно так. Если наша надежда на Господа, если наше упование на Иисуса Христа, не смотри на обстоятельства жизни, которые вокруг тебя. Не смотри на обстоятельства, не смотри на то, что, может быть, ты не видишь выхода, может быть, на тебя налегли какие-то сомнения. Как уже сегодня говорилось, может, тебе приходят мысли, меня Господь забыл, меня Господь не любит. Отгоняй эти мысли. Господь, Он с тобою. Господь, Он любит тебя. Господь, Он силен сегодня поднять. Господь силен восстановить каждого, кто только надеется на Него и идет к Нему. И перед нами, друзья, будет молиться. Мы будем молиться нашему Господу. Знаете, мое сердце почему-то Господь побуждает, если кто-то видит в своей жизни безвыходность, если кто-то не видит, что будет какая-либо победа когда-нибудь в своей жизни, если устал в жизни своей и не можешь победить, сегодня Господь призывает, обратись к Нему. Как первый брат говорил, что воззови ко мне и я отвечу тебе. Я тебе покажу эту великую и недоступную, чего ты не знаешь. Может быть, ты искал в чем-то утешение. Может быть, знаете, сегодня в этом мире люди, когда видят какие-то переживания, безвыходность какую-то в жизни, они начинают пить, они начинают наркотики, они еще что-то начинают. Знаете, в наше время наши христиане, также многие, хоть этим не занимаются, но они начинают там какие-то сутками смотреть, кинофильмы, какие-то еще чем-то заниматься, чтобы чем-то забыться, чтобы только не думать об этих своих переживаниях. Но Господь говорит, есть другой выход, есть лучший выход, есть свобода в Господе, есть мир в Господе, есть сила в Господе для победы, есть эта радость, которую только Господь может подарить, есть этот выход, который только Господь дает. И если ты будешь просить немного, Господь тебе даст много, если только будешь надеяться на Него, если только будешь уповать на Иисуса Христа, если все цело доверишься Ему. Поэтому, друзья, если кого-то Господь побуждает сегодня, и Он видит, что нет победы в жизни, здесь среди нас есть братья-служители, которые могут помолиться о вас. Вы можете пройти наперед, вы можете даже просто поднять свои руки и сказать свои переживания Господу. Господь, Он есть помощник, Господь, Он есть сила наша, Господь, Он есть любовь наша, Который дарует нам все. До сего места уже братья говорили, Он нам помог. Мы остались живы, это милость Господня. Мы пришли своими ногами, это любовь Господня к нам. Поэтому, друзья, будем идти в этой молитве к нашему Господу. И если Господь кого-то побудет, не стесняйтесь. Давид, он в отчаянии был, он не знал, что делать. Может быть, даже те люди, которые вокруг Него обвиняли Его, что это Ты виноват, Ты нас привел сюда. Это может быть было, об этом не описано. Потому что они хотели Его побить камнями, значит, видели в Нем какую-то вину. Но Он укрепился надеждой на Господа. И Господь, Он сегодня с нами. Пускай, может быть, у тебя в жизни, я не знаю, что, пускай тебя одолевает какая-то болезнь, пускай у тебя какие-то трудности, ты не видишь в финансах выхода какого-то. Есть Господь, Который знает выход. Есть Иисус Христос, Который, как уже сегодня говорилось, взял немощи наши, взял болезни наши, и Он понес это на кресте, Он висел между небом и землею. Он наша сила, друзья. Не будем падать в отчаянии о никаких обстоятельствах. Пускай смерть смотрит в глаза. Если Давид говорил, если восстанет на меня и война, и тогда буду надеяться, потому что Бог со мною. Поэтому будем идти к нашему такому доброму Богу, а Ему за все слава. Аминь. Молимся.